Всем привет, с вами Алексей, 20 километров от Харькова, Украина, 21 мая 2021. И как раз это время, когда усиленно поднимается из глубины земли личинка майского жука, перезимовавшая там так называемый хрущ, и начинает усиленно поедать наши растения. К сожалению, фундук относится к одному из любимейших растений, молодой особенно фундук, растений, которые любят этот страшный наш враг. Также туда относится клубника, также туда относится малина в первую очередь. Ну и некоторые другие, конечно же, культуры. Сидит он везде, сидит он везде, и в бурьянах даже сидит. В общем, у нас был очень большой лед в свое время этого страшного жука, который на вид является очень безобидным, такой коричневенький, я думаю, все его знают. А его личинка белая, скрюченная, с длинными лапками, не путать с бронзовкой, у которой короткие лапки. Бронзовка полезная, тоже часто встречается в навозных кучах. Итак, давайте посмотрим, что он сделал. Помогает 100%, проверена эта таблетка, так называемый инициатор, немецкое средство. Таблетка стоит, если покупать 10 штук, где-то в районе 15 гривен таблетка получается. Там, да, это сколько? Ну 50 центов, грубо говоря, да, если в доллары перевести, кто не в Украине смотрит. У нас такая цена. Немецкий препарат, таблетку прям под корень, одну-две штучки, и минимум год работает. Зависит от того, какая у вас почва. Сейчас покажу, что он сделал. Значит, смотрите, у меня очень много растений, на всех таблеток не хватает, естественно. Поэтому я просто сейчас с тех участков, где у меня есть доступ, и где я более-менее слежу. Несмотря на мой опыт, и даже я могу не уследить. Если у вас дачный участок, и вы там по неделями не бываете, и у вас бывает майский жук, личинка майского жука, то, в принципе, фундука вы, скорее всего, лишитесь. Вы даже не заметите, все происходит незаметно. Вот фундук, уже потерянный, все. Его подъело осенью. Я просто не ожидал такой подлянки. Подъело осенью, я как-то, ну, увидел, что с растением что-то не так, плохо развивается. Но я не мог подумать уже, что это хрущ, личинка майского жука. А это оказался именно он. Все, минус один. Вот, это были подсажены молодые шедевры. И такие минус один, не один, к сожалению, на этом участке. Они просто плохо перезимовали. Они были живые. Вот, допустим, смотрите, растение. Вот я обрезал. Тоже шедевр. Гляньте, сколько сережечек заложил. То есть он был живой, все было хорошо. Но он не перезимовал. Почему? Потому что, смотрим. Вот они, корни. Видите, как он просто их сжирает. Все. Еще, еще минус, минус один. Итак, значит, больше не буду показывать. Понятная ситуация. И вот, что же делать? Что же делать? А вдруг нет инициатора? Значит, смотрите. Вот, пересаженный шедеврик. Осенью подсадился сюда. И вот я заметил, у него начало увядание листьев. То есть, очень хорошо понять, что хрущ при увядании листьев. То есть, растение хилеет и увядает. Знаете, клубника бывает так вообще опускается. У фунтака идет увядание листьев. И вот, заметив на верхушке увядание листьев, я бегом побежал, сделал раствор. Запоминаем. На 10 литров воды 1 столовая ложка аммиака. Обычный аммиак, нашатырный спирт, который продается в аптеках, грубо говоря. Концентрацию увеличивать нельзя. И по влажной почве, как раз это было после дождя. А если дождя не было, проливаете водой. Это обязательно всегда при подкормках и тем более при аммиаке. И выливают сюда. Ну, количество небольшое, но так как кустик побольше. Ну, я думаю, пару литров я сюда влил. Все, процесс остановился сразу. Да, эта веточка подсохла. Я ее пока убирать не буду. Может, она еще там оживет, скажем так. Все, дальше растение развивается великолепно. То есть, я на 99% уверен, что причина именно в этом личинка майского жука хрущи. И второе. Он не пересаживался. Он здесь растет. Тоже молодой шедевр. Прекрасно развивается растение. Вот. И то же самое была история. Тоже одна веточка начала видать. И я сделал такую же операцию. Все, сейчас прошелся. У меня не было дня 2-3. Прошелся, смотрю на каталонском, на взрослом пересаженном. Такая же проблема. Все, бегом сейчас бежать. И вы знаете, что дальше делать. Еще раз напоминаю. На 10 литров воды. Одна столовая ложка аммиака. Хорошенько размешиваем. И обязательно по влажной почве. Сразу проливаем любые растения. Это азот. И еще и растение, блин, сразу начинает. И ваш колбасит от радости. От такой штуки. И специально я такое средство не применяю. Естественно. Я подкармливаю совсем другим азотом. Это карбамид. Но в основном карбамид. Либо по листу добавляю тоже там немножко карбамида. Но если вот такая же ситуация, то конечно только таким способом. Все не буду отвлекать. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Ставим лайки. Подписываемся. С колоколом звенящим обязательно. Пишем комментарии, кому что-то непонятно. И всем огромный привет из Харькова. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok